У локомотивным депо есть такая давняя традиция. Первый, который отдел кадра оформить на працу новичка, его отправляют в музей, знакомятся с профессией от самых вытоков. Початок экспозиции – телеграмма о пуске первого чайночного состава в Минске. Самый значный экспонат – кабина машиниста с девочными элементами кирования. Работает у нас условно скоростей мер, показывает скорость, работает прожектор, работают буферные фонари. История стачек и забастовок у перей от Кастрышинской революции. Деяность Минского подполя у Великую Айчинную войну – это так сама история депо. Добрый день, товарищи! Сегодняшнюю планерку я хочу начать с решения вопроса. Это запис реального працованного момента у кабинете начальника депо. Одновленный кабинет 50-х годов. Колисти такая важная, вытворчая нарада. Форма начальника депо именно соответствующая тому времени. Радиоприемник, часы, телефон. Все здесь работает. У профессию ишли люди высокой отказности и железной воли. Герой мирного часу – машинист Уладимир Яцкевич, який выратывал 200 пассажиров цягняка цаной своего життя. Прысатукнение двух составов, и он до опошняга заставался в кабине. Гэтые макеты поездов и докладные модели депо у масштабе 1 до 130 – сегодняшний день предприемства. Экспонаты зарабили сами чагунышники. Музеев чагунки у Беларуси – каля 20. Але только музеи лакомативного депо Минска отрымау статус народного. Чому? За великую колькась наведванье. Сопрацовники кажуть – люди да помогли. И гэта сёння варта гонору.